Источниками вируса бешенства являются как дикие, так и домашние животные. К диким относятся волки, лисицы и другие, а к домашним – собаки, кошки, лошади, мелкие и крупные рогатые скот. Однако, наибольшую опасность для человека представляют лисы и бездомные собаки. Часто больных бешенством животных можно отличить по обильному слюной слезотечению, а также при наблюдении признаков водобоязни. Заражение человека происходит при укусе бешеным животным, а также при попадании слюны больного животного на пораженную кожу или слизистую оболочку. Об этом рассказал врач-эпидемиолог Центральной городской больницы Хасавюрта Ибрагим Османов. «Первые признаки бешенства у животных – это неадекватное поведение. То есть, изменяется поведение дикого животного. Домашние животные становятся более ласковыми, пугливыми, не реагируют на команды хозяина, во-первых. Во-вторых, это изменение аппетит. То есть, меняется аппетит. Домашние дикие животные, либо дикие, либо домашние, могут съедать несъедобные предметы. Допустим, землю. Меняется поведение. То есть, координация касается либо одной участки тела, либо нескольких участков тела». Также Османов подчеркнул, что методов лечения, как таковых, от бешенства нет. Если болезнь уже в первой стадии и нового исхода, чем летальный, скорее всего, не будет. Однако, есть способ предотвратить болезнь, убив его в зародыше. Это метод специфической профилактики – введение вакцинации против бешенства не позднее 14 дня от момента укуса. «Антерабическая вакцина подразделяется на два курса. Есть условный курс, есть безусловный курс. Условный курс означает, что если, допустим, укусило животное, нами известное животное, то если мы можем провести наблюдение за этим животным, чтение 10 дней, и после 10 дней не проявились эти симптомы, симптомы бешенства, мы приостанавливаем курс. И есть безусловный курс. Безусловный курс, допустим, укусило животное, дикое животное или домашнее, неизвестное животное. Имеется в виду, если мы не можем провести наблюдение, допустим, в течение 10 дней, то мы назначаем безусловный курс, который составляет шестикратную иммунизацию. То есть в нулевой день – это в первый день, в третий, в седьмой, в четырнадцатый, в тридцатый и в девнадцатый дней». В Хасавюрсе заболевания вирусом бешенства, по словам Ибрагима Усманова, не наблюдается. Главная просьба врачей-эпидемиологов – это вакцинация и консультация со специалистом, а в случае укуса – своевременное обращение в городскую больницу для получения необходимой медицинской помощи. Стоит отметить, что если вы проходите курс вакцинации от бешенства, нельзя переутомляться, переохлаждаться или, наоборот, перегреваться. Побочные эффекты у всех вакцинаций примерно одинаковые и включают в себя местные реакции в виде болезненности, отека и уплотнения, увеличения лимфатических узлов, общее недомогание, слабость, головная боль. В Урлея Цамбиева, Саман Гакаев, информационная программа «Пульс».